МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Районный бюджет вновь претерпел изменения. Депутаты совета поддержали финансистов в вопросе перераспределения денежных средств между муниципальными программами. Речь идет о развитии образования. Эта внеочередная 43-я сессия района собрала депутатов, чтобы обсудить один из наболевших вопросов. Сегодня в Лабинском районе четыре школы, а именно Чамыкская, Чернореченская, Ереминская, Вознесенская, 27-я, без теплых туалетов. По программе софинансирования искрового бюджета на строительство каждого объекта выделяется по 500 тысяч рублей. Остальная часть – средства местного бюджета. У нас два туалета. Это модули, которые стационарно закупаются и устанавливаются, Чернореченская и Ереминская. Их стоимость 851 тысяча. Соответственно, нам нужно по каждому из этих туалетов добавлять к 500-321 тысячу рублей. Что касается Чамыкского поселения, то там туалет стоимость всего 3 миллиона 250 тысяч рублей. На данный момент мы просматриваем только варианты, какое финансирование, где привлечь это финансирование, чтобы построить. И 27-я школа. Также мы планируем софинансирование подтвердить, чтобы получить 500 тысяч по выполнению туалета в этой школе. О том, как выйти из сложившейся ситуации, разъяснила начальник финансового управления. По муниципальной программе развития образования предлагается перераспределить бюджетное ассигнование внутри уже доведенных лимитов. А именно, уменьшить расходы по софинансированию, которое было предусмотрено на ремонт спортивных залов в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 702 тысячи рублей. И в свою очередь увеличить расходы на софинансирование строительства двух теплых туалетов в муниципальных общеобразовательных учреждениях на эту же сумму. Также финансисты предложили уменьшить расходы на содержание, а это 330 тысяч рублей, Харьковского детского сада в связи с его ликвидацией. Эти деньги необходимы для строительства пристройки в 15-м городском детском саду. Изменения произошли и по ведомственной целевой программе, направленной на укрепление материально-технической базы муниципального архива. Здесь сумма уменьшится на 200 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на развитие физкультуры и спорта, а точнее для удовлетворения требований Роспотребнадзора и пожарной безопасности к открытию летней оздоровительной кампании на базе «Горный воздух». Депутаты поддержали предложение финансистов, единогласно проголосовав за изменение бюджета. При этом в решении будут учтены замечания, сделанные представителями прокуратуры. Провести лето с пользой. Сотни лобинских школьников на каникулах отдохнут в оздоровительных лагерях, побывают в походах и экскурсиях. Много тематических мероприятий этим летом запланировано для детей в лагере «Мечта». На открытие первой смены побывала наша съемочная группа. Анастасия Нестеркова из Каладжинской. Девочка с нетерпением ждала лета, чтобы вновь отправиться в упорную в детский оздоровительный лагерь «Мечта». Повстречаться со старыми друзьями, приобрести новых. И вот этот день настал. 5 июня обновленный лагерь распахнул свои двери. Сюда приехали 80 школьников Лобинского района. Мне он очень нравится. Здесь со всеми можно познакомиться. Вот правда, трудно. Но потом, когда познакомился, уже прям вообще так легко. И кажется, что хочется здесь остаться навсегда. И мне очень нравится этот лагерь. Здесь интересно. Много конкурсов, много соревнований разных. Я люблю этот лагерь. Каждый год стараюсь попасть в этот лагерь, потому что тут весело. Нравится природа, нравятся воспитатели, дети. Этим летом в Мещи отдохнут и наберутся здоровья 400 школьников. Первую смену решили посвятить спорту. На ее торжественное открытие приехали заместитель главы района Татьяна Гриднева, начальник управления образования Александр Захарин. По словам гостей, летний лагерь позволит юным лобинцам не только отдохнуть, но и набраться сил для нового учебного года. Лето – это лучшие встречи, это общение, это узнать что-то новое, пообщаться, чтобы вы принимали активное участие и в спортивных соревнованиях, и в интерактивных играх. И получили такой заряд энергии, чтобы запомнили эти дни, проведенные в мечте. От имени главы района Игоря Чегаева поздравить детей и пожелать им яркого, запоминающегося, а главное, безопасного лета, приехала управляющая делами администрации района Инна Хаустова. Чтобы вы повышали свой интеллектуальный уровень, ну и чем было бы заняться вам долгими летними вечерами. Для многих детей этот лагерь стал родным, здесь всегда интересно, весело и вкусно кормят. Красивое название «Мечта» лагерь вполне оправдывает, таково мнение детей. Я думаю, что лагерь «Мечта» назван не просто мечта, потому что каждый, кто побывал здесь однажды, он пытается попасть сюда еще раз. Я тут тоже была не один раз и каждый год стараюсь сюда попасть, потому что классный лагерь, он мне очень нравится. Тут каждый день что-то новое происходит, всякие конкурсы, игры. Еще тут очень вкусно кормят. Классный лагерь, и я его очень люблю. Всего за летний период в лагере пройдет пять смен. Каждая отличается индивидуальной направленностью. Ребят ждет насыщенная программа отдыха, основанная на авторских методиках. Дети будут заниматься этим летом. Первая спортивная смена будет, и естественно будет спортивная направленность. Следующие смены будут профильные, будет эколого-биологическая, географическая смена, будет также смена патриотическая и будет смена юнкоры. Все пять смен рассчитаны на то, что программа составлена, будет все по программе. Детки будут заниматься спортивными мероприятиями, также будут ходить в походы. На занятиях школьники получат полезную информацию по разным направлениям деятельности, связанным с развитием физических, творческих и интеллектуальных способностей. Как в целом будет организован детский отдых в Лобинском районе этим летом, нам рассказал начальник управления образования Александр Захарин. Традиционно 1 июня начинается период летнего отдыха наших детей. И в этом году он будет осуществляться по нескольким направлениям. Это лагерь мечта, в котором мы сейчас присутствуем. Мы дополнительно ввели места, и поэтому охват деток немножко увеличился. На следующий год мы планируем еще больше разместить здесь детей. И вложены сюда немалые средства и по благоустройству, вы видите, и по закупке оборудования, мебели, и по ремонту домиков и пищеблоков. И я думаю, что этот год и следующий позволит нам привести этот лагерь в такой вид, который позволит нам, скажем так, быть одним из лучших лагерей именно в сельской местности для отдыха детей. Второе направление – это лагеря дневного пребывания. У нас их будет работать 21 лагерь на базе образовательных организаций. Отдохнут в них примерно за лето около 2000 наших школьников. Третье направление – это туризм. Если в прошлом году в походы сходило за лето 620 детей, то в этом году 1260. То есть увеличение в два раза. Мы для этого закупили оборудование туристическое в нашу станцию туристов, передали, правда не новые, но в хорошем состоянии, два автобуса, у них три транспортных единицы, что позволяет деток развозить по туристическим маршрутам. И они сертифицировали, я имею в виду станция туристов, сертифицировала, официально получила разрешение на провод детей по шести маршрутам туристическим по территории Мостовского района, Лобинского района. Это позволило нам увеличить охват детей и занятие туризма. Ну и четвертое направление – это наши дворовые площадки, это тематические площадки на территории образовательных организаций. Это так называемые малые формы занятости, то есть когда ребенок будет в течение дня занят на территории образовательной организации. И мы планируем в итоге охватить летним отдыхом в той или иной степени более 90% наших учащихся. Не только в оздоровительном лагере можно провести интересное время. С началом лета началась работа летних дворовых площадок. В этом году Центр досуга молодежи «Портал» еще больше уделит времени детям. Площадки для молодежи продлят работу до 30 августа, а акцент делается на спортивное развитие. Открывали молодежное лето, как всегда, торжественно. Школьники, студенты и совсем малыши принимали поздравления от взрослых с началом каникул и с Днем защиты детей. А также в этот день отмечали начало работы дворовых площадок. Этот день особенный для нас, потому что вы, дети, это наше будущее. Вы дарите нам радость и счастье. Ради вас мы работаем, живем. Ради вас мы развиваем наши города. Ради вас мы строим планы на будущее. Пусть это лето, дорогие дети, принесет вам много добрых и хороших эмоций. Пусть это лето запомнится вам. Пусть в это лето вы встретите много хороших друзей, интересные встречи будут у вас. И пусть это лето исполнится, в это лето исполнятся все ваши желания. Песни, танцы, аниматоры – все это создавало настроение праздника. Внимание со стороны районной и городской администрации подтверждает, что лето пройдет интересно. Об этом позаботились представители власти. Сегодня мы открываем работу детских дворовых площадок. Она пройдет под девизом «Спорт – это мы». И я верю, что в недалеком будущем многие дети из вас, из нашей молодежи добьются серьезных результатов и в науке, и в спорте. И будут победителями различных соревнований. Не только городского, районного и краевого масштаба, но и естественно международных турниров. Работа дворовых молодежных площадок в этом году продлена, значит, интересного и полезного будет еще больше. Центр досуга «Молодежный портал» открывает работу летних дворовых площадок. В этом году в городе Лобинске будет работать 10 площадок. Они будут осуществлять свою деятельность с 18.00 до 21.00 часа. И в этом году мы впервые продлили работу площадок. Они теперь будут работать у нас до 30 августа. Программа очень насыщенная, очень разнообразная. Тематику мы выбрали под названием «Спорт – это мы», потому что я как руководитель молодежного центра считаю, спорт главным элементом в успехе каждого человека. Поэтому спорт – это прогресс спорта, движение вперед. Приглашаю всех на наши площадки. Куча мероприятий, куча конкурсов. Всем вам очень понравится. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «НОК». А сейчас о погоде. 7 июня ночью синоптики обещают плюс 17 градусов без осадка. В днём плюс 23, плюс 25. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный от 1 до 4 метров в секунду. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин